гадать можно по старинке на ромашке но я воспользуюсь более современным способом ведь парк малевича теперь настоящее интерактивное пространство по-моему нам нужна еще одна попытка спросим лучше у ромашки ответ да нет или как в моем случае не знаю но свои сокровенные вопросы получили первые посетители новой зоны парка малевич а такой космический античный словно агрегат из фильма кинза дза на самом деле лесной оракул планировщики парка рассказывают воссоздали здесь эстетику руин так в глубинах леса появился акведук древних римлян когда вы идете издалека если он начинается движение там с той части парка основной ну вот наши первые основной то он прямо по дорожке выглядит прямо вот такой паутинкой проходя под такой паутинкой а точнее аркой нужно загадать желание такая здесь теперь традиция но можно и просто любоваться искусством красные подвесные конусы напоминают причудливый хоровод цветов или рупоров но разгадка их символики в творчестве авангардиста ведь здесь все связано с его именем крестьянки после бури которая из музея гугенхайма но мы потом обнаружили что и в русском музее же есть те самые крестьянки с такими же конусообразными юбками такими металлическими которые отливают и возникла вот эта идея что мы за кружимся как бы в хороводе малевича воздушные парящие и красные неспроста три арт объекта парка связаны единой цветовой гаммы ведь мало кто знает но любимый цвет казимира малевича не черный как могло бы показаться по его знаменитому квадрату а красный парк словно открывается с другой стороны и это не только новый вход изменился как будто и сам лес живописные овраги причудливые надписи рождают ассоциации погружают в мир кино ты смотришь фильм ты значит тебе субтитры перевод какого-то иностранного языка а в квадратных скобках обычно обозначаются фоновые звуки вот если ты не слышишь человек да ты как бы слышишь шум проезжающей машины раскаты грома там есть громкий крик малевич в лесу гласит буквы входа здесь не только искусство но и отдых найдутся даже гамаки и теннисные корты арт-объекты конечно хороши но главное предназначение парка здесь все же осталось для отдыха и семейных прогулок здесь сотни метров уютных тропинок олеся лукина станислав трифонов телекомпания одинцова